Меня, по всей видимости, считают в редакции самым морозоустойчивым сотрудником, поэтому даже в такие холода отправляют на уличные акции. Но никакого секрета здесь нет, наверное, просто нужно теплее одеваться. Сейчас расскажу вам как. Вот такие красные валенки, в общем-то, отличная обувь, но для уличной акции не подойдут. Не так уж удобно в них бегать, да и если начнет переть ОМОН, то можно галошу потерять. Я бы вам посоветовал взять какую-нибудь попрочнее обувь, да и которую не так жалко. Помимо этого, чтобы потеплее одеться, конечно, шерстяные носки у меня вот почему-то два разных, купленные в переходе подругой моей. Еще один важный элемент – это высокие технологии, практически сколковская разработка стельки, саморазогревающиеся. Открываете их, какой-то специальный элемент начинает взаимодействовать с кислородом, стельки греют, буквально обжигают ноги, с такими точно не замерзнете. Помимо банальных курток, я бы, конечно, посоветовал брать что-нибудь такое классическое, туристический свитер. Это прям мой выбор. Дедушка Хэм вот за такой бы ворот меня бы, наверное, поблагодарил. Конечно, термобелье – это вообще находка, и меня оно не раз спасало. Некоторые, конечно, могут осуждать вот такие мужские лосинчики, но они, надо сказать, самое важное сберегут. Вот, помимо этого, конечно же, шапочка, ну и перчатки. Поскольку на митинге часто приходится работать с айфоном или другими гаджетами, то перчатки у меня специальные, которыми можно как раз-таки во все гаджеты тыкать. Ну, теперь давайте посмотрим, как я во все это перевоплощусь. Субтитры сделал DimaTorzok Зима, мороз, а мне не холодно. Все-таки суперстельки-то греют, да и свитерок вот такой с горным тоже помогает. Ну, вот даже сотрудники полиции вроде в своих валенках подмерзают, а мне ничего. Ну, все-таки пора сейчас и поработать. Всего вам доброго. Продолжение следует...